В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Как правильно окунаться в прорубь, рассказала руководитель Центра профилактики и общественного здоровья Зарема Тен. Обязательно возьмите с собой махровые полотенца, потому что сразу после окунания нужно хорошо обтереться. В библиотеке музея поселка Володарского прошла экскурсия для учащихся старших классов местной школы. Это книга 1852 года. Это действительно книжный памятник. Ей больше 174 лет. Самая необычная елка прошла на ферме «Казачий дозор». Очень классный праздник! 19 января все православные отмечают крещение Господне. В эту ночь верующие нередко окунаются в прорубь. Но, как предупреждают врачи, делать это можно далеко не всем. Руководитель Центра профилактики и общественного здоровья Зарема Тен рассказывает, что окупание в ледяной воде категорически противопоказано людям с любыми хроническими заболеваниями. Есть противопоказания. Есть категория граждан, которые имеют хронические заболевания. То есть, это пациенты, имеющие хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной системы, такие как остеопороз, остеоартроз. Пациенты, у которых частые обострения остеохондроза позвоночника, таким пациентам не рекомендуется. То есть, им в принципе не рекомендуется переохлаждение. А купание в ледяной воде тем более противопоказано. Также не стоит окунаться в прорубь без подготовки. Ведь это большой стресс для организма. Желательно начинать закаляться постепенно. Но если все же решились, то нужно обязательно взять с собой теплую одежду и горячий чай. Обязательно возьмите с собой махровые полотенца, потому что сразу после окунания нужно хорошо обтереться, чтобы избежать переохлаждения. Обязательно взять с собой теплую одежду, которую очень легко надеть сразу после покупания, теплые носки и горячее питье. Медики подчеркивают, необходимо заранее ознакомиться с правилами погружения в ледяную воду. Когда человек опускается в ледяную воду, ни в коем случае нельзя нырять головой вперед. То есть, это категорически противопоказано. В принципе, потому что это может вызвать резкий спазм сосудов головы. Ну и по технике безопасности всегда необходимо спускаться, начиная с нижних конечностей. После того, как человек окунулся, сделал три окунания, ни в коем случае нельзя находиться длительное время в воде, надо сразу выйти и одеться в теплую одежду. Врач также посоветовала не устраивать долгих заплывов, а завершить процедуру как можно быстрее. Студенты колледжа Московия посетили музей Министерства внутренних дел, который уже около 50 лет располагается на территории Центра профессиональной подготовки имени Тинькова. О многолетней истории управления молодежи рассказал бывший руководитель Центра Александр Козлов. Тему продолжит Юлия Пагасьян. Акция «Студенческий десант» в преддверии Татьяниного дня проходит по всей России. В Ленинском округе традиционно к участию приглашают учащихся колледжа Московия. На этот раз ребятам предложили ознакомиться с историей создания Министерства внутренних дел. Данная акция показывает важность работы полицейского для обеспечения безопасности в обществе. Также повышает статус полицейского в нашей стране. Студенты второго курса посетили музей полиции Московской области, который уже почти 50 лет находится на территории Центра профессиональной подготовки имени Тинькова, что в Расторгуевской части города Видное. В настоящее время им заведует один из бывших начальников Центра, полковник в отставке Александр Козлов. Он провел для ребят экскурсию и ознакомил с экспозициями. Все экспозиции, которые здесь изложены, они показывают о трудовой деятельности наших сотрудников, ветеранов. Очень большую лепту вносит воспитание молодежи, это наши ветераны, которые своим богатым трудовым опытом, в общем-то, передают знания, как сотрудникам органов, так и молодому поколению. Среди них председатель Совета ветеранов ОМВД Ленинского округа Алексей Чучев. В его ведении небольшая историческая экспозиция, которая находится в Видном. Патриотическому воспитанию молодежи Совет отдает почти все свое время. Наш девиз ветеранской организации, мы помним, ценим и любим нашу историю. И вот сегодняшние мероприятия, которые посетили слушатели, мы надеемся, что это пойдет им на пользу, и они будут достойными защитниками нашего Отечества. И дай Бог, чтобы они служили в нашей системе МВД. В музее полиции 8 залов. История от создания Министерства внутренних дел до сегодняшних дней, эксклюзивные экспонаты времен Великой Отечественной войны, конфискованное оружие разных лет, примеры, формы сотрудников за все годы существования МВД. Все это произвело на молодежь большое впечатление. Мне очень понравилось все, все очень классно, все рассказывали подробно. Очень красиво, все привлекает внимание. Хочу сама работать в органах, потому что хочу помогать людям. В завершении экскурсии студентам показали документальный фильм об истории Центра профессиональной подготовки имени майора полиции Валерия Тинькова. По сей день в рядах сотрудников обучающего учреждения родственники Героя России. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Верили этого. Самая необычная елка прошла в Старый Новый год на ферме «Казачий дозор», что в деревне Горки. Там Дедом Морозом был казачий атаман, а помогали ему сказочные героини-снегурцы. Хоровод вокруг елки, перетягивание каната, вручение подарков и все это на улице в окружении сельского пейзажа. Дети приняли активное участие в творческих конкурсах, а еще познакомились с лошадкой, которая показывала цирковые номера. Кланялась, вставала на дыбы и ела сахар с рук к неописуемому восторгу ребятишек. Мне понравилось с лошадей, как тут проводят время с детьми. Больше всего понравилось мне прыгать. Всего гостями этого доброго и душевного праздника стали более 40 ребят. А организовали его Видновское казачье общество и досуговый центр юности. Сегодня среди детей они у нас разные, но все добрые, любимые, хорошие, это наши маленькие жители. К нам сегодня присоединилось общество инвалидов и детишки вместе с родителями. Сегодня, кстати, уже не в первый раз приезжают к нам в гости. Мы постараемся делать почаще для них праздники. Очень классный праздник! В библиотеке музея поселка Володарского прошла экскурсия для учащихся старших классов местной школы. Любопытные подробности из истории малой родины послушала и наш корреспондент Галина Житкова. Представьте себе, как будто мы находимся в помещении усадьбы. В увлекательное историческое путешествие примерно на семь веков назад пригласили ребят из Володарской средней школы сотрудники местного музея и библиотеки. Такой прыжок во времени стал возможным благодаря уникальному собранию экспонатов. Когда мы открывали музей в 2004 году, нам подарили вот этот указатель в селении Московской губернии. Это книга 1852 года. Это вот действительно книжный памятник. Ей больше 170 лет. Сама Елена Сорокина работает в библиотеке уже более полувека. Говорит, что 99% экспонатов подарено местными жителями. Знает историю появления каждой вещи и с удовольствием рассказывает подрастающему поколению об истории их малой родины. Делится любопытной информацией о трех названиях и представителях знаменитых фамилий, что владели поселком. Вот старое и древнее, это имя было. Потом легенда еще была. Ладыгина первая. Потом пришли Метьевых церковь в честь Пресвятой Богородицы. Богородская стала называться. При Горицыне, Дмитрий Михайлович, церковь Казанской Божьей Матери построена. Слово село Казанско-Богородское стало. Одноклассники Данила Горчелина внимательно слушали экскурсоводы и запоминали интересные факты из жизни своих предков. Сам же молодой человек признался, что большой любитель истории и ОГЭ по предмету сдал на пятерку. Я слышал различные истории и от учителей, и от родственников об истории нашего поселка. Однако так детально, как сегодня нас познакомили с нашей историей, я действительно был удивлен. Сейчас в собрании музея около 6 тысяч экспонатов. На выставочных площадках представлена всего лишь третья часть от общего количества. Местные жители шутят, что стадиона не хватит, чтобы показать все. С 2004 года проведено более 150 вернисажей по разным направлениям. В библиотеке нам регулярно проводят какие-то экскурсии, например, по поводу Великой Отечественной войны, просто отечественной, и вот мы узнаем о соратниках или каких-то исторических моментах. Возможность заглянуть в прошлое и узнать об истории поселка Володарского есть у каждого жителя, гость этого уютного уголка Подмосковья. Надо просто заглянуть на огонек местным библиотекарям-краеведам, которые с радостью расскажут много интересного и покажут мемориальные книги и уникальные экспонаты. Галина Житко, Александр Логинов, Ольга Садовска. Видно этого. В детском саду «Солнышко в Видном» отметили Рождество. Большое яркое музыкальное представление в честь главного христианского праздника прошло здесь уже в 19-й раз. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Встает звезда из-за лесов, сердечко так и бьется, осталось несколько часов, Рождество начнется. С 7 января и вплоть до самого крещения верующие празднуют Рождество Христово эти дни называют святками. Уже 19 лет подряд в дошкольном отделении Видновского художественно-технического лицея существует добрая традиция готовить большое концертное представление, посвященное этому празднику. Не стал исключением и 2023. Мы с душой, с таким рвением после новогодних праздников готовимся с музыкальным руководителем Юрией Викторовной Лаврик и с нашим старшим воспитателем Викторией Валерьевной Гурьевой. Всегда подходим очень тонко, творчески и так, чтобы было в радость детям. Посмотреть представление, а также поздравить ребят, их родителей и педагогов с Рождеством пришли священники Никольского храма села Ермолина. За дошкольным учреждением они сотрудничают уже более 20 лет. Каждый год традиционно мы проводим беседы регулярные, встречи с детьми, также регулярно поздравляем детей с Рождеством и с Пасхой. В театрализованном представлении по традиции приняли участие не только нынешние воспитанники детского сада, но и выпускники «Солнышко», а также ученики видновского художественно-технического лицея. Во всем образовательном комплексе однозначно ведется православная работа и рождественский праздник, который мы проводим сегодня, он уже традиционный, ежегодный, с привлечением священнослужителей. И в этом корпусе дошкольного отделения также есть и православная группа. На сцене звучали песни и стихи. Ребята танцевали, играли, отгадывали загадки, водили хороводы с Дедушкой Морозом. А также рассказали историю о рождении самого знаменитого младенца в мире. Ждем к царю, поздоровимся, к Христу Богу поклонимся. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.